мне было 12 лет когда первый раз увидел бонсай бабушки на календаре как знаете как у нас как гостиницы да где работают в офис или как их называть каморка где-то вот она была там да по работе то есть там висел календарь настенный сейчас мне 25 то есть я с бонсай уже ну вот пол жизни большую часть меня 10 лет со старта да почти то есть очень много людей меня порой сопровождал на этом пути которых я знал онлайн то есть если бы наверное не интернет то вот из этого прекрасного да ну богом забыто место галенки до села называется то есть в россии даже не знает где это приморском крае до 2 часа вывез только примерно если бы не интернет то наверное то наверно ничего бы этого не было возможно да японский я начал учить после того как первый раз пал японию я хотел приехать по изучению языка языком не ни черта не сложилось то есть вы знаете да что языковые школы но это удовольствие не из дешевых все сорвалось в итоге да с языком но запала идея то что почему бы не поехать чисто по бонсай когда мне было 15 лет то есть у меня целый год я уговаривал маму меня одного на летние каникулы отпустить японию она не могла с вами поехать так как она военнослужащая я там что только не пробовала и уговаривая да то есть это мои учителей просил с ней говорить и друзей просил с ней говорить кого только не просил с ней поговорить да и помню что в самую последнюю минуту там даже у меня есть такой человек вот я недавно да мы общались и буквально днях благодарил который не которыми сопровождалась сопровождает на всю жизнь и как коуч но это назвал давят даже больше друг конечно то есть просто я до этого не сознал который меня двигал вперед который мне там 12 лет представляешь на сцену войну на сцену до в школе как как спикера вывел да и начала дальше одну поддерживать да ее зовут боброва марина васильевна и получается она была у меня в те годы когда мне там вот 12 было до что ли она была учителем у нас история общество знаний потрясающий учитель то есть она на самом деле у нас продвиг продвинула всех творческих людей вот со школы я их знаю до сих пор я с ними общаюсь большая часть из них пошла именно по творческому пути то есть настолько сильный человек она уже к тому времени когда они было 16 уехала из нашего из нашего села да она переехала в новосибирск я помню как я позвонил но и попросил поговорить с моей самой с моей мамой и она по моему не знаю три или больше часов общалась до пыталась как мама как маме до объяснить что ну мол надо директор школы пытался объяснить только только не пытался так как мне нравилась тема спикерс вообще выступать ну перед людьми я тогда на разные темы лекции читал про вред алкоголя про вред табака то есть даже не про бонсай то есть не чисто нужно бы хотелось отработать навык я помню как я там выходил на во владивостоке в большом городе так помочь перед 50 людьми да без ну как страх разумеется был к ну как спикер рассказывала бонсай лучший наверное самый такой известный человек который обучал ораторскому искусству первым начал обучать ораторскому искусству наверное в снг это радислав гандапас я тогда смотрел его ролики я тогда уже как так как не могу поймать японии отчаялась я ну и что иду ну что у меня в голове складывается попробую к она напишу посоветую симу он ответил с тех пор получается мы были на связи он поддержал я не знаю что тогда он не переключился это знаете когда вот у тебя сила заканчивается да и вот этот вот последний вот ретал чё как все более не по тогда 15 20 момент 15 снято вот как раз лет промежуток от перехода до на 16 лет него приоритет в апреле нождение я помню где-то в мае ему написал я помню что был в пример приведен ломоносов то есть там не было сравнение да то есть мол ты как ломоносов да было просто приведена в пример жизненной ситуации да у меня что-то в голове щеркнуло что он надо надо да и но я уехал в японию последние минуты получала доверенность так как я несовершеннолетний да на выезд я визу получал менее чем за 12 часов до вылета то есть самый притык но в итоге улетел в японию я приехала чисто по массовой тематике те годы работал в другом месте огни там где хотел изначально но это дало мне возможность познакомиться с тем человеком кто стал потом моим мастером кимура маслафика и на следующие дни каникулы уже приехал к нему на три месяца и в конце вот это вот срока до трехмесячного вот он задал такой вопрос хочет и стать профессионалом бонсай я сказал что подумаю я подумал единственными да правда ли этого хочу но я в итоге сказал да но он еще все таки дал потом я уехала еще месяц подумай точными скажем это согласился мама не согласились на но получается ситуация сложилась так что мне уже тогда момент отъезда уже я заканчивал школу мне было восемнадцать лет то есть я по факту ну как можно сказать что сбежал из дома до 18 но хотя по факту есть ну что я взял паспорт да сказал пошел гулять и я лечу в японию да то есть позвонил я уехала японию с рюкзаком есть это план а идеальный дали сюда план б но пришлось на прибегнуть плану б да то есть заранее подготовить визу все такое да то есть на мозгу хватило я помню этот день когда ты приезжаешь ну вот рюкзаке и пустая квартира и все там в квартире ты представляешь да что там ничего нету там только пол и на этот пол скапают слезы то есть было круто да с этом в на и пойму сам что ты смог а получается вот эти как называется ну а эмоции да что не совсем то что хотелось да то есть без поддержки этого я на самом деле мы конечно потом помирились мама я потом через месяц или два вернулся собрал чемоданы и все все было как положено еще приехал до нормально попрощался до видно ушел в монашки да ну то есть подмастерье но и так я обучался у этого мастера шесть лет пять лет обучаешься да то есть как базово и еще в знак благодарности ты обязан как обязан по рыбоку да на японском называется этот год благодарности то есть 5 лет тебя обучали еще год спасибо да и вы в расчете и у нас как раз вот в конец моего обучения что у нас это было больше года назад у нас как раз генула вот это как и он звать коронавирус пандемия да какие назвать только сейчас нет я мог на самом деле уехать из японии да но я не уехал не из-за этого да но произошел конфликт с мастером он предлагал мне остаться и уже как профессионал работать с ним я понимал что он будет я не понимаю это я пони знал что он конкретную цифру назвал сколько он будет платить из наш это работа я знал что это возможности я знал что сколько он предлагает и сколько бонусами получаете это мало тут столько в японии зарабатывает да но я еще при этом понимал одно что если я с ним останусь то у меня не будет творческого роста так или иначе я ушел он болезненно это воспринял да так что я его понимаю да то есть если меня мама да не отпускала в японию почему мама не отпускала японию почему мастер не отпускал от себя то есть это не из-за зла это не из-за эгоизма это наверное из-за любви после окончания учебы стартовать у меня не получилось здесь в японии это вот ну вот лето прошлого года до к осень я пошел на стажировку как одному из сэмпайв да в итоге я хотел исправить конфликт с мастером да но когда ты не понимаешь причины до чего-то и пытаешься это исправить а тогда я не осознавал причина не потому что что хорошо что плохо да чего хочу я это не понимал на тот момент я тут конфликт еще больше создал так что еще и там своих нескольких нового со старших ребята сэмпайв зацепил зацепил этим конфликтом да то есть но произошла такая ситуация но неприятно поставим лично за кадром сука хейтеры соседи как говорится потому что очень много ерунды да и вот обсуждать именно по слухам да а знаете кто обсуждает ну да можно и так назвать те кто но тем тем кто никогда не увидит японию и тем кто никогда не перекоснется к бонсаю и сейчас это я не говорю снизу это я говорю не со зла это я говорю нам это я наоборот говорю и наверное наверное да вот этот кусок наоборот оставьте до его сюжете почему потому что я не боюсь это говорить тоже будут смотреть разные поколения может быть где-то появится еще в россии такой же мальчишка который прям будет гореть этим искусством он увидит это видео и гляди у нас еще ближайшие пару лет появится еще один профессионал в россии что с удовольствием поддержу и сам готов лично помогать как только смогу здесь вопрос не в том что конкуренция не конкуренция зависть не зависть здесь это именно про то что его тоже будут хейтить его тоже будет ненавидеть его тоже будут отвергать мой мастер великие то есть живая легенда я имел возможность до общаться с людьми благодаря ему клиенты до уникальным это но это владельцы крупных холдингов в японии в мире в любых странах да то есть из и плевать да при всем при этом и мастер спокойно общается с людьми обычными с штатными сотрудниками с простой уборщицы да он не клеймит никого вообще людей не разделяет на бедных богатых русские не русские благодаря бонсай то есть у меня лично да есть возможность общаться с разными уникальными людьми да в том числе с вами я общался с одним из клиентов потрясающих в японии да коллекционер бонсай владелец гигантского холдинга в японии компании и компании которая прибавляется в этом холдинге постоянно до сих пор представляешь а дедушке наверное за лет 80 по моему он называл себя ну-ка он сказал так то есть мы отбросы общества нас таких вот мы не принимают этот мир может быть это для того как раз таки чтобы сделать сильнее что ли я не знаю то есть моего мастера здесь в японии насколько он тонатлив бы не был на старте его здесь профессиональное сообщество просто отвергала куда лезешь выскочка ну в таком формате дальше лучше простить и это вся информация из-за разговоров да конечно мало кто таком пишет на старте то есть мы прислали тогда нить интернета и вообще ничего не было мой мастер начал зарабатывать до сначала вообще на других бизнесах на других бизнесах он сделал деньги и сам начал покупать лучшие бонса японии лучше материалы делать из них шедевры но фишка была не в том что он покупает лучшие порода он покупал мусор и дело так что те шедевр те деревья которые уже изначально по априори шедевры он делал так что если поставить и те и другие ты не почувствуешь разницы никакой они смогут стоять рядом с друг другом я не знаю может быть а вот сейчас я вам это рассказываю да это первый раз подумал что а вот я сейчас только что говорил что он не клей ну то есть вот эти люди не клеймят людей бедный богатый умный тупой не знаю как-то как или как-то иначе а может быть он через искусство да так как творческие люди общаются все таки через свое творчество хотел как раз таки показать что нельзя сравнять плохой хороший не знаю дешевый дорогой или еще когда-то все искусство если ты действительно мастер ты можешь и дешевый материал и дорогой материал показать так что никто никогда не поймет это да что мне вдохновляет но люди вдохновляют то есть ну вот самая главная ценность да то есть это люди тоже сижу и думаю да то есть это не я получу красивое видео то не я получу красивые красивые фотографии это получат другие люди то есть мы сегодня все делаем вот как раз таки для людей то есть ты берешь людей и ты даешь обратно обсуждаем какую-то мысль какую-то идею мы доводим ее вот до какого-то совершенства да и и остается только реализовать да то есть это вот не знаю твоя мысль сегодня вот бонсай с водой до совместить сегодня тоже как раз как пришел дедушка да недалеко здесь до живет который дал ненужные вещи да не нул мусор по папу то есть для любых для обычного человека это мусор это он да валу представляешь он не сказал что подарит эту лаву из с фуджи кусок лавы пемзы да то есть пемза именно когда вот он извергался представляешь а извергался там там в раз сколько лет валентина вот наоборот здесь как раз таки баса не надо делать здесь краска красота в этом вот моменте да то есть если если а вот если ногу а вот с найти бонса и сосно со схожей истории а вот если представьте теперь получить камень то увидеть какой у него образ и найти еще с фуджи где вот был там добыт снятся снята дерево да и с этой лавы его соединить во первых они из одного места рода и вот эти вот образы раскрыть можно и так а можно этот лавы просто любоваться то есть для обычных людей да и вот он сегодня как называется он просто прошел мимо до поздоровался да то есть он не ожидал что я уже это сделал я вчера взял у него вот эти вот ну пни да а сегодня то есть я уже начал реализации уже понимаю что еще мне не хватает чтобы вот это вот образ картина да который я пишу как бонсай только вот в саду раскрыть увидели как он сидел сегодня вы слышали что когда вы с ним разговаривали он вообще там самую последнюю очередь спросил откуда вы то есть я помню когда мы с ним как мы с ним первое наше знакомство общались да этот человек при знакомстве не спросил ни сколько бонсай стоит ни откуда я родом никто я такой а мы общались мы развивали с ним идеи а на следующий день он следующее наше знакомство мы с ним стали общаться но мне показал свою компанию он не назвал это мусором показал вещи которые него есть да и если тебе нужно возьми не надо все сразу возьми то что нужно да его сейчас я по чуть-чуть это творю да я сейчас думаю как это можно применить и то есть он сейчас может прийти ко мне в гости он может полюбоваться и бонсай может полюбоваться то как я отдал его вещам жизнь планы как мастера да из так разбить на части планы как мастера давчик какого к черту мастера как человека до брать получать что-то развивать это в себе и отдавать обратно я в японии до надолго я уверен что они я не уверен я знаю что я в японии еще осталось как минимум на 10 лет а дальше мы посмотрим прости мы не знаем что будет завтра но пока я такой голодных знаниям что здесь не есть очень чему поучиться и представляете мы те все эти вот настрой да сидит еще много-много других наших общих знакомых мы из россии да но в чужой стороне мы все равно все вместе но лучше но блин то есть я здесь живу уже сколько больше года но если бы не вы я бы не узнал что меня с балкона оказывается можно наблюдать как них шикарный закат и я не знаю вот наверное писать о промысла рассказать больше про вас хочется рассказать да что но это 10 нас действительно способна увидеть только профессионалы что пока мы с вами тут внизу болтали вы просто к одним глазом буквально не знаю там чем вы чувствуете но увидеть вот эти вот лучи и показать эту красоту момента которая буквально длится пару минут да и она си и вы сегодня вот поделитесь ею с нашими зрителями это просто кайф поэтому я рад я рад что благодаря бонсай встречается большое число профессионалов в том числе и профессионал который владеет этим бонсай том что он профессионал который делает бонсай и в том числе в том числе профессионалами которые передают эту красоту из японии русскоязычная аудитория и не только вы же понимаете что это будет буду смотреть во всем мире несмотря на язык даже просто потрясающе ребята я вас обожаю спасибо большое это когда именно за именно